Доброе утро, друзья! Маура спит, а я думаю, поснимаю. Выйду на коридор. Это утро, уже хорошо видно. То я выйду сниму, пока еще не проснулись на завтрак, как я вышла в коридор в халатике. Тоже комната занята. Полная осенница. Вчера даже в ресторане во мне снимала, потому что там много людей. Ну так как бы немного, но все столы, там столиков, я не знаю, сегодня зайду, потому что завтракать уже будем снизу. То я зайду там где ресторан, там думаю не будет никого с утра и поснимаю. Но сейчас не пойду, потому что в халатике, да. И только вот наш третий этаж. Вот как укрепленные, закрепленные бальки. Вот такие вот окна. Сейчас сойдем, подойдем, посмотрим. Вот речка. Видите, это же зима сейчас у нас. Летом тут свадьбы проводят, да. Мы в полях, там местры. Дальше. А по ту сторону за этим санем-то есть бассейн. Летний, конечно же. Вот хорошо сейчас видно вот эти шахматы. Вот такой у нас три этажа. Это вилла и вот это верхний этаж. Смотрите, как хорошо, как переходят вот оттенки. И шкаф, и дверь. Все так в тон, в тон. Вот заходят ко мне в комнату, в спальню ко мне и говорят, не видно, где у тебя шкаф. А я так же поставила. Не так, как все привыкли. А к стенке. И стенка его так вместе. Не будем, конечно, открывать. И двери так сделаны по стороне. Ну, какие похожие дела на Диму в квартире. Сыну в квартире. Вот смотрю и думаю, я не хвалю себя, но, честно говоря, можно его хвалить, потому что, ну, молодец реально. Маура проснется, потом тоже ему покажу. Вот тут натуральные же кирпичи остались. И они, смотрите, тут серые, тут оранжевые, бежевые. И вот эта вся гамма как бы собирает вот это вот, кладка собирает вот эту всю гамму. Все цвета присутствуют во всем зале. Видите, вот это то, о чем я вам говорила, что я выбирала камень такой, чтобы можно было и беж, и серые, чтобы это все сочеталось. А вот такой пол-подкованку в магазине в Украине 2008. Боже, что-то так получилось, что вроде бы и чувства есть, вкусы и стиля, но не попала в нужное время, в нужное место, чтобы это все реализовать нормально. Там бежит человечек, гуляет с собаками. Да, идет мимо моста, но это просто, наверное, житель в сапогах резиновых, ну да, мокрый сейчас. Марка, как пледе, тут упор, выберемся. Ча. Доброе утро, друзья. Маура еще есть такой сонный, а я говорю, иди сюда, сними меня, пожалуйста. Просто, как хорошо. А если бы еще эта вина была моя? Сайку Гарико, кое-то убила уроки, поставила ностра. Э, что-то, но, перо. Конечно, нет, я шучу, но приятно, приятно. Атмосфера очень хорошая, энергетика очень хорошая, рекомендую для всех. А мой Рафари тут он был. Я ему попросила, чтобы он поснимал, а он на меня навел только камеру, да. Везде чисто, даже можно вот так вот посидеть, понимаете. И лапы вот эти люфтки настольные, тоже красивые. Все мне здесь нравится. Вот такое у нас утро. Сейчас будем делать свои утренние процедуры и идти на завтрак. Покажу вам, какой завтрак. Самар-то чуть не знаю. Мабельная мора, спасибо. Идем на завтрак. Идем на завтрак. Так, тут, наверное, я уже слышу люди, то, может, не надо включать ванчарного. Ну, китайские аж. И тут какие-то дракошки. Я думала, что это ящерицы, потому что здесь везде ящерицы. Но вижу, что это китайские. Очень они уважают китайскую культуру. Вы же знаете, что Марко Поло 20 лет. Это их путешественник. Венеция, у него дом и аэропорт называется тоже. Но сегодня у меня Марко Поло. Вот. И что? Итальянцы, гнецанцы уважают китайскую культуру. Потому что он там 20 лет прожил. Это у нас бекон. И это у нас яичница. Но я хочу с утра. Я не ем молочные продукты, но вот этот йогурт съем. Хочу теплую воду сначала. Все, потому что сегодня целый день, что только я не вылуплюсь. Наверное, у меня же гости дома будут. Говорила, что хочу удрать от психи просто отдохнуть. Но понимаю, что это не в моем случае. Не, ну это хорошо, приятно. Вода холодная, а мне надо теплая вода. Маура показала, что я хочу. Он сейчас мне принесет. Он говорит, иди присядь, пожалуйста. И я заказала, конечно же, горячий стакан горячей воды. Даже Маура уже заметила, что цвет штор на этой виле такой, как у меня. Вот у меня в спальне вот такой голубой. Но Тиффани, не Тиффани голубой. В сочетании с пыльно-розовым. И вот тут именно тоже на этой виле используют такие цвета. Но это классика. Такие ушавые, это классика. Вот такая вот розетка. Зеленое мурановское стекло муранское. Это брах. Вы знаете, вот не было в Питере. И я смотрю, мы же знаем, что в Питере строили тоже итальянские архитекторы. Так же, как и во Львове, очень много всего построено архитекторами итальянскими. По новых версиях, вот слушая людей, тех, которые занимаются, включают мозги и занимаются историей. Доверят, когда-то была Римская империя. Вот розовый цвет. А может, и гварды кулёры к вести тенды? И кулёры. Вот этот цвет, видите? Я говорю, Маура, давай попьём кофе или в коридоре, или выйдем на солнышко сейчас. Ну, я выйду, посмотрю, не холодно ли. Я в комнатных тапочках. Ой, как собачка дыхает. Есть люди, которые завтракают уже на улице. Та, которая собачка, и был очень красивый жакет. Просто неудобно её снимать. Очень красивый. Так, где мой Маура заказал кофе? Нужно рассказывать. И всегда вот хвастает со мной, рассказывает. Да-да-да-да-да-да-да-да. О, Вера, артист. Друзья, хочу сказать, что завтрак великолепный. Просто всё свеженькое. Всё настолько ароматное и классное. Не сравнить с ужином в ресторане, который находится здесь. Ресторан здесь не рекомендую. Можно приехать отдохнуть. Вот летом можно, конечно же, и на бассейне побыть немножко. Везде вот так вот прокайфовать. Но если вы любите, любители вкусненько, хорошо поесть. Хотя мы с Маурой всегда заказываем только первые. Ну, по одному блюду. Мы не берём первый, второй и третий. Нам достаточно. Но мы в своих ресторанах, где мы знаем, какие порции, какая подача. А в этом ресторанчике приятно посидеть. Ну, тётя голодная. Вот это венецианское зеркало. Оно не грязное. Понимаете? Ну, вот есть такое вот такие вот... Честно говоря, я не люблю за ними гонка. Все стараются покупить, иметь дома. Не люблю старые зеркала, честно. Мне приятно посмотреть вот так где-то, но чтобы дома иметь. Это я утром на завтрак. Я просто не взяла с собой переодеваться. И вот это сняла с Маура его футболочку. Ну, как бы набросила уже этот свой жилет, который на мне уже и не сходится, честно говоря. Вот такая я поправленная. Тут сидели девочки из Польши, четыре девочки. Я слышала, как разговаривали. Тут она на английском, он на русском. Ребёнок непонятно на каком. Тут тоже люди сидели. Приезжают туристы. Я о чём? К чему веду? Туристы. Эти кресла-то уже полтроны уже называются. Вот когда уже более такое мягкое или с подлокотниками, то уже называется полтрон. Нила Маура, говорю, так, быстро иди сюда. Что ты делаешь? Он говорит, я уже лежу. Поел и уже быстренько лежит. Говорю, так, спускаешься вниз, говорю, быстренько сделаешь мне несколько фотографий. И вообще, говорю, в ресторане никого нету. Иди посмотри, какие ещё есть здесь залы. Ну, вот это я не люблю, не понимаю. И я об этом ему говорила. Вот зачем сидеть в зал для релакса, для отдыха? И вот дракон оторвал голову. Кстати, говорят, когда отрубывают... Вот такая казь была, да? Отрубали головы, то душа умирала. Говорят, только душа умирает в том случае, когда голову отсекают. А драконы? Драконы тоже, говорят, разные были. Ну, всё классно. Ну, сидеть в зале, обедать, ужинать, общаться, на позитивных эмоциях находиться. И смотреть на такие сцены, где насильство, убийство, это не для меня. Гварда, пожалуйста, приезжайте, что это первое, гварда? И везде. Также другие залы, чем здесь. Синистра, давай. О, снизу, снизу. Пришёл, говорю, не посмотри. И другие залы. А вот кольчуга была тоже, обратите внимание, что кольчуги рыцарские всегда были тоже, как чешуя змеиная, драконья чешуя. Дракон – это сила. Вот так вот считалось, наверное. Везде вот насилие, везде. Я хочу дать посмотреть, подожди меня здесь, и везде змеи. Так, а что это? Вот смотри, какая расшифровка. Вот можно смотреть на картины, и можно расшифровывать наше прошлое. Потому что я думала, я спросила, новые ли это, или это реставрация фресок старых. Говорят, да, реставрация. Вот это непонятная какая сущность, привязанная цепи, и тут змей. Ну, ладно, мы не будем с вами затягивать, конечно же. Видите, не будем с вами сейчас вот это всё разглагуривать, расшифровывать, потому что это затянет наше видео. Ну, и для меня много информации. Можно увидеть на фресках много информации. Так, ещё один зал, тут камин. Нет. Угу, ладно. Тяжёвое. Быстренько вас уже проведу. Опять же сцены. И опять отрубать голову. Опять убийство, сцены убийства. Так, вот этот нет. Не для меня. Меня. Угу. Ну, значит, кто здесь жил. Хотя энергетика очень хорошая здесь. Если так вот не смотреть. Знаете, изображения. Да, Римская империя, захватчики. Что это? Вот, на женщин охота, да? На сельственные такие сцены разные. Да. Друзья, я специально села вот на этот патрон, на это кресло. Как называется? Патрон или седия? В этой модели? Седия. Седия или полтрона? Я вам показываю, друзья, я просто спрашиваю, это уже полтрона или ты еще седия? Ну, вот, полтрона. Не то и не то. Мне нравится. Ну, вот Питер, мне напоминает Питер. И вот это тоже красиво, правда? И цвета такие. И, кстати, это, я вижу, что это старое, это не новое. Это реставратор. Сделана реставрация, я не пью ветчину, амки амория. Дай, дай. Смотрите. Ну, вот так, хочу, чтобы вы тоже видели. Вот так. Грация мой. И на этом, друзья, заканчиваю свой видеообзор. Всем спасибо за внимание, за то, что вы со мной всегда. Тюльпаны забираю домой. Пять с половиной лет надо было обучать итальянца, чтобы он начал дарить цветы. Ну, результат есть. Мы видим, что результат есть. Идем домой. Идем домой. Спасибо. Чао-чао. Папусики. Папусики. Продолжение следует...